добрый день уважаемые зрители нашего канала сегодня мы поговорим о заболевании коленных суставов если у вас болят колени то первую очередь необходимо определить проблема у вас в коленях или в позвоночнике это может сделать грамотный врач невропатолог при артритах сустав красный горячий на ощупь и отекший причины артрита является ли травма или ревматическое воспаление необходимо убрать воспаление и сустав снова будет хорошо работать это достигается медикаментозными средствами мазями в комплексе с курсами различных видов физиотерапии лазерной магнитной и ударно-волновой ссылку я укажу в описании к видео очень часто люди у которой болят колени начинает их лечить так и не разобравшись самой причине болевых ощущений при такой ситуации колено полностью сгибается и разгибается ущемленные корешки в позвоночнике l4 или 3 очень часто является основанием для боли в коленях невропатолог отключает нервный корешок спине и колено перестает болеть самая распространенная причина такой ситуации это то что человек спит на боку а нужно спать на спине хотя к такому положению во время сна трудно сразу привыкнуть но со временем это получится для устранения защемления позвоночники необходимо делать вытяжение на массажном оборудовании такая методика лечения применяется если вам поставили диагноз артрит но причина не в коленях а в спине при артрозе когда сустав физически стирается и происходит дегенерация внутри составного хряща по причине недостаточно синавинальной жидкости а новая смазка образуется только тогда когда суставу по артериям приходит кровь происходит старение сустава от плохого притока крови при артрозе в первую очередь гибнут те сосуды которые несут кровь к суставу и он начинает хрустеть хрящи стираются колено не может полной мере не сгибаться не разгибаться как же быть в такой ситуации нужно сделать так чтобы в больному суставу начала хорошо поступать кровь для этого его необходимо прогревать инфокрасными лучами инфокрасным теплом биорезонансным теплу нашего тела в течение двух-трех часов перед сном так как хрящи восстанавливаться в ночное время не дайте вести себя в заблуждении если вам говорят что хрящи не восстанавливаются вместе с кровью к больному суставу приходит питание кислород и усиливается иммунитет сустав попадают питательные вещества образуется синавиальная жидкость происходит улучшение подвижности сустава он перестает скрипеть и болеть перед применением любой методики лечения указанной на этом канале обязательно проконсультируйтесь лечащим врачом и получите от него разрешение на использование если вам понравилось это видео и вы считаете эту информацию полезной ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик чтобы получать уведомления о выходе новых видео будьте здоровы